Алло, я Вера, а это Саша. Всем привет! И мы продолжаем участие в мистическом квесте. Это тот квест, который мы купили в Даркнете, и мы продолжаем выполнять задание от него. Да, у нас поступило новое задание, нам было необходимо вызвать духов и при этом нарушить все правила. Это просто какая-то абсурдная ситуация, в которой мы сейчас находимся, но мы вызвали духа, нарушая все правила, и просто начала происходить какая-то полная жесть. Нам пришлось уехать из дома. Да, ребят, то, что происходило здесь дома во время вызова духов, вы можете посмотреть у меня на канале. Но это просто, я не знаю, там начала двигаться планшек, да это даже вот все просто нельзя сказать. И мы решили просто поставить камеру, которую мы сейчас будем смотреть, и уехали на какое-то время из дома. Да, просто чтобы не ночевать здесь. Потому что походу мы вызвали какого-то реально злого духа или я не знаю, кто это. Ладно, ребят, давайте уже посмотрим, что же записали камеры, я уже просто видел, но вот Веры еще нет. Давай камеру сюда. Вот здесь перед нами стоит ноутбук, и сейчас мы будем выводить на экран видео со скрытых камер. И да, ставьте лайк этому видео, если вы так же, как и я, хотите увидеть, что там произошло. Саша, может быть, ты нам расскажешь, что там произошло? Ну давайте смотреть, что мне рассказывать, сейчас все вместе увидим. Если честно, я прям, я не могу спокойно это смотреть, потому что я не знаю, как дальше здесь там ночевать, спать, учитывая, что сегодня полночи мы где-то ходили, вообще там ездили, в дороге были. Блин, очень тяжело и непонятно, что будет на этом. Ладно, давайте, ребят, посмотрим, я просто покажу вот самые моменты, которые показались мне просто какими-то странными, это мягко говоря. То есть там просто, ну... Страшными? Как бы они очень необычные, скажем так. Ладно, давай уже смотреть. Ладно, все, я открываю на весь экран, давай смотреть. Смотри, первый момент, Вер. Ребят, вот смотрите, сейчас вы видите картинку комнаты, то есть здесь стояло две камеры, одна в углу, и вы видите как бы все, что происходит в комнате. Плюс вторая камера, она направлена на доску для вызова духов. Именно потому, что на этой доске планшетка, она просто начала двигаться сама, когда мы выполняли эти дебильные задания от мистического квеста, связанные с доской. Она просто начала, я не знаю, себя неадекватно вести. Я вообще сначала думала, что это Саша, ну ладно, это уже отдельная история. В общем, мы решили поставить камеру, направленную прямо на доску, чтобы она могла записать все, если что-то будет происходить. Да. Так, я включаю видео. Это вот первая камера, которая стояла в углу комнаты. Ой, вот там Марта пришла. С левой стороны. Да, и ты пропустила момент, или ты видела? Блин, подожди, можешь перемотать назад? Это что сейчас было, блин? Это капец. Так, смотри, Вера, еще раз. Да. Да, ребят, смотрите внимательно на цветок, который стоит, где компьютерный стол. Я сейчас отвлеклась сначала на Марту, но по факту, но по факту упал цветок и дернулась лампа. Ну, лампа, мне кажется, дернулась из-за того, что ее просто цветок задел, когда падал. И смотри, причем самое интересное еще в том, что, как бы, Марта, она тоже как-то это заметила, и, я не знаю, она испугалась, или она, может, это предчувствовала. Это капец. Ну, а как он вообще мог так, что вообще произошло? Ну, как бы, я не знаю, ему ветер подул или что вообще? Ну, как бы, у нас просто окна закрыты, мы их не открываем. Ну, на самом деле, он, как бы, достаточно тяжелый, там, ветер не мог его сдуть, это тебе не какая-то там, я не знаю, ткань, которая может вот так вот пошататься, юбочка. Ну, как бы, Марта тоже не могла быть, потому что Марта была под столом в эту секунду. Марта была в другой части комнаты, она была под черным столом. Так, ладно, давай тогда смотреть дальше. Это вот самая первая странность, и она, как бы, ну, самая лайтовая, я бы сказал. А во сколько по времени она здесь? Время не записывалось? Можно потом посмотреть, но это уже, ну, поздно ночью, скорее всего, было, то есть это, наверное, часа... Но в комнате темно, то есть это не рассвета, было бы видно, когда светает, в принципе, в комнате стало бы светлее, то есть это реально темно, поздно ночью. Так, второй момент. В смысле? Ты видела вообще? В смысле, он перевернулся, он развернулся, этот стул. Да, еще при этом сначала горшок дернулся. Блин, это капец, он просто, теперь он полетел в другую сторону, нет? Он просто на бок перевернулся. Да, я видел, еще Марта убежала. Нет, там... Да, Вер, жесть. Тут просто, вот, я не знаю, в этой ситуации произошло, по-моему, все вообще, что только могло быть. Сначала дернулся цветок, потом перевернулся стул, убежала Марта, потом стул еще раз перевернулся. Таких жестких ситуаций, вообще, по-моему, никогда уже... Вот реально, его кто-то, его кто-то швыряет просто. Такое ощущение, как будто его кто-то берет и швыряет. Я не знаю, может, это потому, что мы, там, может, как-то сидели во время процедуры вызова духов на этом стуле. И вообще, как вот, ну, что могло быть связано с этим стулом? Почему именно он? Почему там, не знаю, цветок, например, там не швырял? Ребят, если у вас есть предположение, что происходило с этим стулом, обязательно напишите об этом в комментариях. Я вот просто, у меня нет слов. Да, это просто какая-то жесть, если честно. По-моему, его просто колбасит, вот, я по-другому не могу сказать. С ним явно что-то происходит, как будто его кто-то швыряет. Так, ну что, тогда давай дальше посмотрим, что происходит. Да, окей, там еще что-то происходит, да? Да, смотри, вот здесь, на этом экране сейчас стул, он как вот лежал после того, как с ним какая-то жесть происходила, он так и лежит. Так, я запускаю видео. Это сейчас что было? Просто моргнул свет. Это не ты так смонтировал? Нет, в смысле, просто начал свет моргать. Но свет у нас моргал, когда мы вызывали дух. Да, ты видела, ты видела, тень прошла, Верк? Блин, я только что отвернулась, давай еще раз. Какая тень, блин, прошла. Реально, Верк, там была тень, ребят, это просто жесть какая-то полная. Где, куда смотреть-то хоть? Смотри, моргает свет, и потом прямо за светом прошла какая-то тень. Я даже не понимаю, откуда она там взялась, учитывая, что как бы это единственный источник света в этой комнате. Верк, жесть. Блин, капец. Не, ребят, это вообще не смешно. Ну и как бы здесь я уже понимаю, что тут, возможно, эти события как-то связаны. Блин. Ну потому что почему тогда вот так просто кто-то с легкостью там переворачивает, как будто какая-то невидимая сила стул, и потом вот эта тень вообще проходит. Ты думаешь, это реально привидение? Блин, я тебе сразу, Верк, говорил, что нельзя нарушать все правила, когда ты пользуешься... Да, блин, я думала, это вообще ты подложил эту бумажку так, чтобы тебе постебаться. Верк, я тебе говорил, что я не клал никакую бумажку. Это мистический квест. Я думаю, что когда ты пытаешься шуточно там как-то, я не знаю, подшучиваешь и не веришь в вызов духа, как я делала изначально, то в принципе ничего страшного не должно было произойти. Блин, ну как видишь, вот может произойти, Вера. Блин, там реально там был призрак или, блин, что это? Вот если еще раз посмотреть, это призрак, блин. Ну смотри, еще раз тебе могу показать. Я не знаю, что это, но это явно какая-то тень. Нет, просто понимаешь, если... Ну это капец вообще, это просто... Это капец. Света нигде, больше нету. Да, то есть света нету действительно. Ладно, давай дальше покажу, что происходило. Ну как бы, ребят, все вот эта же комната как бы какая-то, я не знаю, то есть... Вон, ты видела, как-то шторы качаются? Ребят, на самом деле, вот именно со шторами у нас что-то было уже подобное. Вера, смотри внимательно, да. То есть мы уже раньше ставили скрытые камеры в этой комнате и тоже как-то шторы сами по себе там колыхались, несмотря на то, что как бы окна закрыты все, они у нас заклеены. О-о-о, это сейчас что было такое? Что? Вот там в углу. А что там было? Вон там сейчас шарик подвинулся, ты видел? Нет, я что-то даже не обратил внимания. Нет, я сейчас сначала зависла про шторы, потому что я начала вспоминать, что у нас реально уже была такая похожая ситуация с этими шторами, и я подумала, что ну реально может быть у нас где-то там сифонит под окном, реально ну поддувает ветер. Так, я включил еще раз, давай посмотрим. Вот, окей. Ну ладно, там ну может быть порыв ветра какой-то, ну там допустим сквозняк реально, потому что там окно. Ночью порыва ветра там. Ну ладно, это очень резко, я не знаю. Вот с шариком, что сейчас произошло? Это Мартин мяч, внутри еще с такой штукой. Ребят, но рядом никого не было вообще. То есть, ну как бы это точно не может быть Марта, а ветер это тем более не может быть. Потому что он в другую сторону покатился. Это вообще мячик лежит в углу. Нет, даже если ветер, например, подул от окна, то мяч должен был укатиться куда-то в сторону от окна. А он покатился в обратную сторону. Ребята, обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, что это вообще может быть? Это реально мистика или это... Блин, да что это еще может быть вообще? Нет, я просто... Я не могу этого по-другому объяснить. Так, ладно, смотрим дальше. Это по-твоему нормально, Вер? То есть, как бы мячик ушел, да? Ну, как бы просто взял и укатился примерно точно так же, как белый вон тот мячик. Только тот белый мячик, он на маленькое расстояние там покатался, и этот просто взял и укатился вообще из комнаты. То есть, в принципе, это как бы нормальное поведение вещей у нас в квартире, да? Ну, я не знаю, Вер, что тебе сказать на это. То есть, ребят, может, вы знаете, тогда обязательно напишите об этом в комментариях, что вообще это может значить. То, что мы переезжаем, по-моему, нет? Ну, в смысле, Вер, переезжаем, как бы, а как? Что нам сейчас со всеми нашими вещами делать? Ребят, сейчас я покажу кадр с камеры, которую мы ставили прямо вот над доской для вызова духов. Ну, Вер, ну, как бы, то же самое, что и происходило в момент вызова духов. Я не знаю, то есть, смотри, в принципе, она пошла на прощай. То есть, я так понимаю, что, возможно, дух хотел, возможно, попрощаться, как бы, ну, закончить сеанс. Но дальше просто, смотри, что-то происходит вообще непонятно. То есть, она реально показывает на какие-то буквы и... Я не знаю, возможно, стоит как-то отследить это и, ну, понять, может, просто что-то дух нам пытался сказать и... И просто смотри, в конечном счете просто эта штука, она куда-то показывает за доску вообще. И что-то она вот сейчас зависла, непонятно вообще, что происходит. Ну, и все, вот она, Вера, она зависла и все. То есть, как бы, ну, ничего не происходит. Просто вот так она и осталась. Я не знаю, что нам дольше делать, честно. Ну, с другой стороны, я не знаю, как это может быть связано с мистическим квестом. Ведь это было испытание страхом. То есть, наверняка, как бы, не хотят жить. Да, окей, это было испытание страхом. Вот, пожалуйста. Они прекрасно знали, они прекрасно знали, что я боюсь всякой потусторонней фигни. Блин, если ты веришь, то ни в коем случае вообще нельзя с этим связываться. Понимаешь? Потому что это реально происходит. Я не знаю теперь, что делать. Куда нам уезжать куда-то? Я не знаю. Ребят, в общем, если вы еще не видели видео у меня на канале, как мы вызывали духу с помощью вот этой доски и нарушали все правила, то вы можете посмотреть это видео прямо сейчас на канале у меня вот здесь. Также смотрите другие видео из серии Мистический Квест. Подписывайтесь на мой канал, на канал Веры. И увидимся снова. Пока. Пока.